Япония в Бониславе, Алтайский край. Первые схватки первенства Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе, посвященного памяти мастера спорта международного класса Федора Хромцова, были жаркими. Еще бы, на турнир приехали состязаться за звание лучших порядка 170 борцов. Здесь участвуют команды из 9 регионов. Это Омская, Томская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Новосибирская область, Красноярский край, Алтайский край, Республика Хакасия. Здесь уже ребята именитые борются, есть и победители России. Также здесь как минимум первый спортивный разряд, как минимум должен быть первый спортивный разряд. Кандидаты в мастера спорта, мастера спорта России уже участвуют на данных соревнованиях. Алтайский край во всех 10 весовых категориях представляют больше 20 спортсменов. Один из них – Иван Козлов. В свои 18 он уже мастер спорта. Этот спорт дал мне очень многое. Закалил во мне, можно сказать, тот мужской характер, который должен был. Результат я начал показывать лет с 15. И пиком, наверное, моей карьеры стало первенство России в 2022 году. Я его выиграл. Хотелось бы связывать дальше свою жизнь со спортом. У всех спортсменов одна мечта – стать олимпийским чемпионом. Но если все же у нас не сбудется, у меня все равно продолжать как-то поддерживать и наш Алтайский край. Выдави руками, выдави. Пойдем. В Алтае очень хорошие борцы. Я как бы видел, как борются, знаю. Молодцы, молодцы. Они как бы идут. Они еще и народу много привезли, пацанов. Зрители следили за поединками и поддерживали спортсменов. За Барнаул болеем, да, конечно. Все нравится. Уровень подготовки на высшем уровне. Ребята все мощные, все заряженные, все готовы побеждать. Все хотят золотые медали. Мероприятие прекрасно. Организация очень на высоком уровне. Ребята борются зрелищно. Совсем недавно произвели хорошие броски, даже пятибалльные. Обладатели медалей этого турнира отправятся на следующий этап соревнований – первенство России, которое пройдет в Омске в конце февраля. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.